Отправлять призывников в места несения службы начнут с 15 апреля, а пока ребята проходят комиссию на предмет годности или предоставления отсрочки. Всего через сочинский военный комиссариат этой весной пройдут 4000 юношей призывного возраста. На военный комиссариат города Сочи возложено задание отправить вооруженные силы Российской Федерации более 500 человек. Из них специалистов более 100, которые получили воинскую специальность по линии ДОСАФ и гражданских вузов. Это повара, те же водители, те же механики. Военный комиссариат Сочи, а также жители Сочи уже третий раз будут призваны в президентский пол. В нынешней весенней кампании начинает действовать ряд изменений. Так вступает в силу подписанный президентом России закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры. Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Таким образом, иногородним призывникам не придется уезжать из Сочи, чтобы пройти комиссию или, например, получить отсрочку на обучение. Я знаю, что на хорошую профессию, если ты не сходил в армию, то тебя не берут никуда практически или берут на маленькую должность, которая вообще не нужна. Так что, мне кажется, армию надо пройти, чтобы просто потом жить нормально. Отслужу в армии, вот хочу по контракту пойти, гордиться своей родиной и защищать свою родину, конечно, обязательно. В Сочинском военкомате отмечают, в целом престиж службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации продолжает расти. Год от года число уклоняющихся от службы снижается. Этой весной для прохождения службы в рядах Вооруженных сил страны призовут 135 тысяч россиян. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.